всем привет с вами саша амбалов вы на канале амлапы и сегодня мы все еще вещаем из нашей квартиры потому что на дворе карантин выходить нельзя и конкурс в этот раз не будет но будет кое-что другое потому что на просторах интернета мы нашли такой прекрасный и замечательный формат господи лишь бы мы его не видели называется лайфхаки отдельный подвид это фотографические лайфхаки соответственно давайте чтобы я страдал не в одиночестве сейчас покажу вам что это значит 16 лайфхаков для инстаграма окей чтобы сок не попал в глаза как за очень заботливо скажу я тебе а еще не забудь поставить студийный свет а теперь с этим это углем она волосами в уголь легла вам нужен надувной бассейн вам нужна какая-то зеленая фигня вам нужны искусственные водоросли а в остальном лайфхак я еще не забудьте поставить все тот же студийный свет это подставу на смысле это нечестно это та эмоция когда пытаешься похвалить на не получить вот такой великолепный формат как вы понимаете результат этого творчества может вызывать боль в наших фотографических сердечках или в принципе оскорблять чувство верующих в резкость или в баке соответственно мы постараемся этот формат немножко изменить меня две претензии к этому формату во-первых нифига не понятно как реально это сделать особенно в удачных картинках получается не хватает объяснения происходит кат или дальше какая-то магия собственно факт не раскрыт второе в большинстве случаев получается полная шляпа поэтому что мы попробуем сегодня сделать во-первых повторить лайфхаки и сделать так чтобы было понятно как именно они делаются во вторых взять концепцию лайфхака и сделать из этого художественную картинку чтобы среднестатистическому фотографу например которым я являюсь было не стыдно эту картинку положить в портфолио потому что все что происходит как результат лайфхака но выглядит ну давайте честно довольно плохо понятно что люди не фотографы это ничего в этом критичного нету поэтому берем идею объединяем с нашими навыками и погнали если вам нравятся такие форматы как в прошлый раз на карантине с конкурсом и вот сегодняшний когда мы будем перепридумывать чужие лайфхаки оставляйте об этом комментарий подписывайтесь на канал мы будем снимать такой контент еще а сейчас погнали смотреть что у нас получится есть такой автор называется джорди коалитик второй лапхак подряд копирует его картинки вот эта картинка со снегом есть один в один у джорди прям просто полная копия только там он снег использует а здесь пенопласт и здесь еще и кусок текстуры в в этом приложении наложен единственное что ну типа у него клёво сделано а здесь ну прям такое не ну смысле если не знаешь что есть джорди то в целом нормально но когда только ты понимаешь исходник как только ты видишь но типа ну вот это прям хорошо не могу назвать это лайфхаком но это клёво вот с рукой ну типа свет хороший потому что естественный ну и типа в целом неплохо видно что в одном случае чувак делал картинку себе в портфолио потому что у него простите сколько там три миллиона подписчиков да а девочки у не кстати сколько просмотра вообще так наверное ладно я беру свои слова назад джорди это ты украл у них идеи потому что подписчиков у них больше дорогие мои друзья я искренне считаю что эти девчонки делают клевые вещи не потому что типа результат хороший а потому что они выпускают ролики регулярно они ищут эти лайфхаки они их записывают они их монтируют ну типа делают в ком-то своем стиле выбирая между не делать пердеть в интернете в диван и ругать все и делать ну типа даже лайфхаки я выбираю дело я искренне считаю что типа это клёво но с точки зрения типа фотографического качества в моем субъективном мире можно сделать лучше вот именно это мы сейчас и попробуем сделать не обосрать всех вокруг и сказать вот мы классная одну типа довести эту мысль дума на наш субъективный взгляд она хочет бананы упаковать пленкой мы сейчас не обсуждаем актерскую игру окей ну типа возьмем пленку выпрызгаем на нее водой и получим где-то капельки хорошо ну смысле очень понятная штука ну наверное это не не очень правдно к этому придираться но вот так как они стоят спиной к окну вот такого красивого контрового света не получится поэтому капельки да но мне как фотографу хочется объяснений типа почему на девушке такой классный свет в общем еще из двух сторон один теплый другой холодный этого здесь нету а мне кажется именно это создает собственно красоту в этих капельках да потому что они типа симпатично выглядят понятно что это делается экспериментами но вот хочется понять с пищевой пленкой и мне кажется что можно сделать в целом ну как бы два подхода два вида идей один это использовать его как какую-то преграду да ну как вот в этом лайфхаке и побрызгать на это водой а вообще в принципе пленку пищевую можно использовать как что-то что оборачивает ну типа что того что можно обернуться завернуться что-то полупрозрачное вот наверное попробуем или оба или что-то из этого смотрите в общем с пленкой такая штука она действительно может быть похоже на ней могут типа собираться капельки основная прикол пленки в том что она то ли жирная то ли обезжиренная к сожалению не понимаю но на ней собируется собираются формируются капли в отличие от стекла например сейчас я покажу вам если я попрызгаю здесь то капель к сожалению ну не видно видно как вода просто стекает ну вот вы в кадре даже не видите этого и это в общем довольно грустно если мы попрыскаем точно также на пленку вот здесь на вот этот условно кусочек то видно что она не собирается в речку и выглядит как капельки видно вот это отдельный капли в чем недостаток пленки она очень быстро превращается в пластик визуально потому что собственно и является но есть какое-то там типа две-три минуты в начале как только ты ее раскатал натянул и она типа симпатично смотрится где она похожа на какую-то стеклянную поверхность именно это мы сейчас попробуем проимитировать идея в чем нам нужно эту пленку как-то размотать да мы для этого используем максимально колхозный вариант нас есть супер дешевая стойка мы на нее тейпом как вы видите примотали лампу на которую просто будем разматывать пленку в принципе можете использовать что угодно что позволит вам просто растянуть пленку вот так вот и снизу будет болтаться это бобина чтобы натягивать все дело чем горизонтальнее она будет тем лучше у нас получилось не очень горизонтально это в целом ну как бы не не сильно помогает нам сделать красивую картинку в идеальном мире вот так потому что гравитация будет тащить вниз а если эта штука на под углом то будут проблемы но мы с ними сейчас смиримся смиримся поэтому давайте немножко намотаем пищевой пленочки проблема того я в хака в том что как только ты возьмешь пищевую пленку то осознаешь насколько и не просто ей работать потому что опять же вот мы уже минут 20 больше наверно даже до пытаемся сделать нужный формат естественно мы первая мысль о а давайте типа дверь просто заюзаем нафиг на пищевая пленка не работает капли на ней не смотрится хорошо я пока это оставлю вот так ведь она уже сильно искажается то есть она будет смотреться как стекло только если вот как то вот так сделать и под правильным углом на нее посмотреть чтобы на них смотрелись красиво капли прям клёво нужно посветить несмотря на то что эта лампа и мы можем в принципе посветить с помощью этой лампы то в целом типа создается какой-то даже прикольный эффект нужно держать эту штуку подальше чтобы это не превратилась все-таки в реку воды и в целом здесь сверху появляется такой сильно больший большая дымка такая вот странная необычная и снизу она как бы уменьшается 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 если я выключу этот свет это будет даже скорее всего видно но по-хорошему нам нужно то есть вот так вот расположить человека чтобы было симпатично очень сложно потому что это очень жесткий свет будет вот в этой плоскости нам нужно свет как-то вот так расположить соответственно эта лампа уже автоматически не подходит мы берем вторую в надежде что у вас тоже есть вторая ну или в смысле как бы первая но вы соответственно пленку держит крепите не на лампу тыкаем включаем и вот здесь должен у вас появится прям такой прикольный туманчик есть вот осталось вот на мое место сюда поставить модель и будет симпатично вот вот где-то здесь туманчики и за дальше исключительно фотографическая работа с моделью чтобы было симпатично таким образом ставим модель туда одной рукой держим лампу другой фотографируем и такое немножко фотографической джиу джинсу а не пожалуйста залетай в кадр так как у меня поворотный экранчик чё я делаю я его отворачиваю вот так вот чтобы стоять сбоку вот так вот смотрю сюда и они мне еще и помогает и растягивает эту пленку чтобы она смотрелась симпатично и дальше исключительно наша фантазия как мы этот свет поставим чуть чуть ниже нас так а давай выше наоборот ну где-то здесь соответственно поигравшись с этим вы можете если у вас не отвалится левая рука или вы придумаете на что это закрепить чтобы не держать это в руке может получиться вот такие вот кадры появляются лучшие кадры которые мы сняли сегодня вот поэтому резюме вам нужна пленка потому что не собирается капли лампа должна заходить за пленку чтобы подсвечивать эти капли сзади спереди этого эффекта практически нету спереди все вот эти вот пленочные переходы очень хорошо видны а нам это не нужно а сзади как раз наоборот она состает типа ощущение тумана вот такого вот здесь сверху и просим модель поднимать голову наверх потому что если она голову наверх поднимать не будет будет тени адские может пустить нос по это будет такая очень грустная история немножко моего и маньяков мы тут снимаем фильм хичкока в противном случае может быть в целом довольно симпатично а если намочить модели волос это будет прям полное ощущение в ванной но вопрос может туда в ванну сходить но это тема лайфхаков и нездравого смысла поэтому погнали дальше да да это реклама но спонсор сегодняшнего выпуска это мы сами поэтому уловите информацию для всех тех кто хотел с нами поучиться но пока все еще не успел новость хорошая у нас наступает триал это значит что всего за рубль вы можете получить доступ на неделю ко всем материалам которые есть на сайте к занятиям курсам к сообществу например если будете достаточно проворными то успеть сегодня на занятие с серёжей сарахановым где он будет рассказывать про то как общаться с героем на съемке если вдруг не успеваете сегодня то есть в пятницу ничего страшного такие занятия проходят регулярно по несколько раз в неделю и все их можно смотреть в записи в удобное для вас время здесь нет никаких проблем важный момент если будет еще минутка загляните в сообщество там мы собрали как мне кажется там удалось найти увлеченных заботливых очень вежливых людей которые с радостью ответят на какой-нибудь фотографический вопрос если у вас есть такой ну или может быть вы кому-нибудь поможете в рамках этого сообщества ответить на его вопрос на этом все возвращаемся к видосам ужасно огромные носы но типа понятный эффект да но очень опасно потому что у тебя ну типа лица человека если использовать крупный план становится прям как там в кого не было два ухо и флюс вот это ну типа это прикольный эффект но мне кажется что в целом искажение воды можно использовать по-другому посмотрим может быть мы что-то придумаем со стаканами чтобы типа это не искажало не портило пропорции лица человека было красиво в конце концов что вот это прикольно но пока не красиво в моем мире итак друзья что у нас получилось какое у нас были примерные рефы на искажение в чем идея в лайфхаке нам показывает что капля превращается на самом деле является практически линзой и искажает изображение да и появляется несколько раз мы подумали что мы возьмем такую же штуку с стаканом и плюс нас есть еще погодите есть еще чайничек вот налили до чистой воды отмыли их как следствие и попробуем сделать так чтобы эти искажения были видны единственное что пока мы делали тестовую съемку мы обнаружили что так как стакан у нас немножко расходится вверх но такой вот он чуть-чуть v-образный это значит что верхняя часть будет более длиннофокусной и будет больше раз видимо есть да будет больше искажать человека чем снизу соответственно прям симпатичный портрет будет очень сложно снять поэтому мы будем снимать какой-то кривой косой но обыгрывать это что как будто бы так задумано мы изначально думали с рукой но руку очень сложно сделать красиво от лайфхака возьмем идею с искажениями от нашего референса возьмем то что можно показать пол лица живого человека реальный и пол лица отражающегося и соответственно они будут как бы зеркально друг другу относиться и получится довольно симпатично что нам для этого нужно нам нужно на самом деле очень мало вот такую вот лампу можно взять вот такую это обычная светодиодная длинная лампа стоит типа 300 400 рублей такая длинная не нужна если вдруг у вас есть вот такая короткая то она может даже лучше подходит потому что эту мы максимально прячем потому что она слишком яркая для этого она не поможет по мощности не регулируется вот мы приклеили профессиональным скотчем на профессиональное фотографическое оборудование и она будет светить на человека важный момент по поводу техники мы пробовали снимать на полтинник полтинник к сожалению очень сильно зажимает перспективы поэтому красивых искажений не получается получается охерительно круто на телефон если маша поделится фотками то здесь они появятся потому что у телефона широкоугольная линза и все в резкости я соответственно вместо полтинника поставил тридцать пятку чуть-чуть тоже искажение лучше появляется соответственно здесь простое правило чем шире тем симпатичнее искажение в общем то все можно звать аню и показать как мы это делаем спасибо а не прекрасный за то что нам помогает вот мы взяли такую вот деревянную штуку которая и у меня на фоне собственно висит штора если что это не профессиональный фотографический фон это просто штора который я повесил на стену доступно любому каждому кто хочет дома что-то поснимать итак задача а не выглядывать из вот под этой потрясающей тумбочки и мне нужно будет найти тот ракурс вот тут должно быть видно только сильно ближе подходи что да есть мы сразу видим две половинки аниного лица но они обе направлены в одну и ту же сторону соответственно именно с этим мы попробуем сейчас поиграться можешь закрыть вот этот глаз рукой вот так вот и у меня в отражении ну точнее в искажении этого не видно то есть у меня в другую сторону голову вот так у меня в отражении открытый глаз а здесь я вижу закрытый глаз и соответственно это дает какой-то сюрреализм всей картинки и так как у меня только голова снизу то я кадрируюсь таким образом чтобы снизу было как будто бы такая бесконечная столешница а сверху огромное количество воздуха ну мы на самом деле искали вот этот ракурс эту идею наверное 20 25 около того это не очень просто с точки зрения того чтобы это получилось типа симпатично а как поржать этот типа за три минуты можно на телефон сфотографировать если вдруг у вас есть дополнительный человек которым была маша которая сейчас держит камеру то вот здесь еще можно симпатично вот так вот касаться стакана вот вот где картиночка как мы это сняли еще больше добавлять сюрреализма а если вдруг вы прям совсем богатый фотограф и у вас есть не одна такая лампа а две такие лампы ну типа вот еще и такая то ее тоже можно как-то вот так вот здесь облокотить вот так вот и у нас будет сразу две температуры одна тепленькая другая холодненькая и вот могут получиться какие-то вот такие вот картинки на основе этого в общем то все вот такой лайфхак вот что для этого нужно главная идея в том что свет под 45 этот можно выключать стакан дает все необходимые искажения воля но маша подсказывает правильно лучше взять стакан чем прямее будет стакан тем меньше вам придется извращаться с головой модели вы заметили что я постоянно просил они повернуть голову для того чтобы из-за стакан именно в стакане и и отражение выглядело симпатично только у нее голова вертикальная она начинает в отражении выглядеть вот так вот как домик вверх ногами вот надеюсь что вам понравилось если попробуете то отмечайте меня в инстаграме следующий важный момент в процессе любого творчества мы все еще на том с этапе где у нас все холодненькое можно обращать внимание и нужно обращать внимание на детали которые происходят вокруг вас скажу по секрету мы вот эту штуку снимали наверное минут ну типа 20 искали да но перед этим где-то час развлекались с бликами можно если вы посмотрите то вот здесь вот на моей руке очень симпатично выглядит блик который ну чем дальше тем он мягче чем ближе тем он острее соответственно и и он может очень и очень симпатично смотреться на лице модели и сейчас покажем вам кое-что про блики соответственно вот эта штука с прохождением света очень круто работает на поверхностях любых форм мы сейчас взяли еще чайничек да наверняка у многих дома может быть вот такой прозрачный или в целом какая-то штука который имеет изгиб не вертикальный а горизонтальный да вот он пузатый у нас соответственно блики на нем если вы посмотрите получается вертикальными и это в целом симпатично смотрится соответственно двигая растая меняя расстояние до вот этой штуки я могу регулировать жесткость этого блика и вот где-то здесь он идеально жесткий то есть на самом деле у меня вот так как у меня длинная лампа у меня длинный блик он вот здесь вот прям сфокусировать если здесь поставить модель посадить и аккуратненько там тоже с этим поиграть то могут получиться вот такие картинки давайте сейчас покажу еще раз по шагам как это сделать аня прошу единственная разница здесь в том что эту картинку я буду снимать на 50 миллиметров в принципе можно и на 35 но будет сужено пространство и я смогу взять вот только нужный кусок практически не беря например чайник в кадр собственно вот где-то здесь у нас нужный блик на лице модели они посмотри пожалуйста сюда вот здесь соответственно я двигаю здесь чайник а не аню да чтобы сфокусировать блик вот еще раз потом был так соответственно я двигаю 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 где-то здесь он сфокусирован и вот она уже типа ричард львиное сердце в принципе и на руке сейчас блик очень красивый вот этой воды если ты покажешь ее левую руку вот здесь очень симпатичные такие вот волны от воды волны от воды блики от воды соответственно давай попробуем снять этот кадр я использую в эту руку как передний план немножко да это как бы чуть 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 затягивает зрителя она как бы тотально размытая ничего в этом висит резкого нету но чуть-чуть пониже водку есть вдруг у вас пузатого чайника нету но вы хотите попробовать блики то со стаканом такая же штука тоже работает вот картинки которые нас получается со стаканом то в принципе тоже могут быть может получить вертикальный блик но стакан практически в упор к модели но в принципе тоже можете попробовать техника также работает если в яркий солнечный день зонтик кажется неуместным отложите его и снимайте яркий солнечный день так ладно в чем лайфхак какой у нее вокруг все сухое мне не очень нравится потому сама фотография место и так далее но если мы берем саму суть лайфхака что у тебя капли должны быть видны то капли на светлом фоне без контрового света практически не видны поэтому попробуем я пока не знаю как но попробуем придумать найти рев и придумать как сделать так чтобы капли были видны это было красиво соответственно либо контровой свет либо ну что то еще не знаю темный фон и контровой свет желательно тогда будет клёво с водой ну типа вставить бутылку в зонт кстати прикольно я бы никогда не догадался но но в результат мне не нравится наш заключительный референс вдохновение лайфхак на сегодня это капли на которые были на зонте очень сильно крутились замечательно проблема в том что эти капли практически не видно и в целом дождь очень хорошо и красиво смотрится только в контровом для примера у нас вот здесь вот есть у положитель воздуха из него немножко пара идет и специально на минимум поставил чтобы было не очень сильно сейчас я его увеличу для фотографии это будет много но для примеры и показания сейчас будет хорошо вот так вот его практически не видно он виден не очень хорошо для вас но очень хорошо для меня потому что для меня он в контровом а если я сделаю вот так то он засветится да есть огонь красиво соответственно то же самое и с брызгами если я буду светить вот так вот то практически не видно а если вот так точно также то должно светиться да есть огонь красота соответственно если вы хотите поснимать дождь на улице то вы в жопе вам нужно эти места где вы будете относительно напротив солнца напротив света снимать для обычно в дождь это сложно сделать можно всякие арки использовать и так далее дома в помещении ну вам нужен пульверизатор в целом темная стена но если темности нет можно просто отойти от светлой да она автоматически станет темный и не светит на нее ничем тогда будет ура соответственно мы сюда оставим модель вот тут вот эту штуку мы закрепили она как раз будет давать холодный свет вот сюда и вот это будет тоже где-то в контровом и вот отсюда мы будем поливать в чем проблема если вдруг вы самоизолировать и самоизолируетесь вдвоем то вот тут начинаются трудности потому что многовато рук нужно эту штуку мы закрепили на стойку и в целом она стоит светит ничего кушать не просит но вот прыскать отсюда и светить отсюда и при этом стоять и быть здесь красивый одновременно человек не может поэтому нам нужен будет 3 это будет час маша поэтому камеру мы закрепим как-нибудь и вы посмотрите со стороны как это выглядит и в общем то наверное все погнали собственно вот так это сейчас выглядит у нас стоит увлажнитель воздуха на минимальную мощность потому что он должен буквально чуть-чуть добывать немножко влажности вот сюда совсем капельку а не ставить профиль да у нас вот эта лампа дает очень красивый свет вот сюда на аню чуть-чуть попадает на ближний ко мне глаз очень красиво светится замечательно но чтобы были видны капли которые на нас летят хотя вот пар виден за счет того что вот эта лампа до нам нужны капли поэтому маши давай сюда включай эту штуку эта лампа нужна для того чтобы были видны капли не для того чтобы светить на аню ног тоже чуть-чуть попадает в целом симпатично может покрутить ее по-разному чтобы было видно насколько по-разному попадает цвет наню вот сейчас он не подойд на фон а сейчас попадает на фон соответственно отворачиваете штуку от фона Великолепно. И, соответственно, когда Маша будет брызгать из пульверизатора прямо, ну, типа, в направлении свечения света, и это еще и перпендикулярно тому, как я снимаю, то тогда получатся красивые капельки. И я, собственно, кадрирую так, чтобы попали в кадр Анины плечи. Симпатично. И минимально попал в увлажнитель воздуха, чтобы это было красиво. Ну что, Маш, давай попробуем. О, да, надо, кстати, покапать на Аню. Это хорошая тема. Аня, опускай. Это делается с согласия модели. Да? Да, и пульверизатор. Закрывай глаза. Лицо. А не то, что вы подумали. Держи. Давай, Маш. Все, стоп, стоп. И сейчас еще чуть-чуть общее. Подожди. Аня, чуть-чуть больше ко мне повернись носом. Так, ладно, отворачивайся. Во, 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 огонь, огонь, огонь. А можешь чуть-чуть повыше встать? Угу. Да, вот, отлично. Так намного лучше. Очень нравятся капли на ключицах. Опусти плечи. Угу. Чуть ниже нас капельку. Маш, давай, погнали. И сейчас еще пару крупных планов снимем. Давай. Угу, стой. Угу, Маш, давай. Ага, стой. Кайф. Все, стоп. That's all, folks. Ну, вот и все, ребята. Вот такие вот фотографии у нас получились. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, какая из них вам понравилась больше. И если вы хотите еще таких видосов, тоже напишите в комментариях и подпишитесь на канал. Мы, соответственно, сделаем для вас такие видосы. Лайфхаки, если делать резюме, это клево. Как источник вдохновения, каких-то идей, каких-то придумок, которые просто запускают мозговой процесс. И это очень хорошо. В принципе, в принципе, любые картинки из интернета делают то же самое и могут запустить все некие процессы. Но если вот этот урок вам помог какую-то фотографию сделать, замечательно. Выкладывайте в интернет. Можете целиком нас копировать. Ничего страшного в этом нету. Просто отмечайте. Будет интересно посмотреть, а что же у вас получилось. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok